сегодня речь пойдет о том что в стройке лучше чем быть руководителем компании то есть обычным мастером выгоднее быть чем топ топ руководителем и сегодня история как раз про это в 2012 году я занимал должность руководителя отдела продаж у меня в было в подчинении 50 человек после того как начались вот эти всякие эмбарго значит я работал в заграничной компании и меня попросили как бы урезать сократить команду чем я уволил 35 человек это было самое тяжелое время я подумал что я не хочу больше никогда увольнять людей и лучше пусть они сами уходят это большущий стресс и после этого я поехал в отпуск и приехав с отпуска значит ушел сам значит мне до отпуска уже сразу сказали что после отпуска сразу но как бы мы тебя увольняем вот я в то время учился в бм и значит у меня была мысль чем же мне заняться вот и значит независимо от жены я и жена думали чем бы заняться в то время мы строили дом и у меня сразу была логическая мысль пойти в стройку вот и ну что я сделал я значит купил то есть я разместил объявление и значит мне позвонил прораб его звали сергей вот как сейчас помню и говорит есть коммунария коттедж его нужно отштукатурить по маякам я говорю да не вопрос он говорит опыт есть и когда есть вот в общем открыл youtube посмотрел видеоролик как ставить маяки взял уровень взял перфоратор венчик шпатель и приехал на объект вот я этот объект сделал за два дня и заработал 6000 рублей для меня это были большущие деньги потому что я так подумал вот я первый раз на стройке и уже заработал 3000 в день то есть у меня выходило в среднем по 3000 в день второй объект который я взял это был была покраска на заводе я но поскольку мне было страшно самому идти и делать какие-то работы я значит выставил объявление мне позвонил парень и мы договорились с ним выйти на объект с этого объекта за полтора дня мы заработали 12 тысяч рублей то есть 12 нет мы заработали больше 12 тысяч я себе взял по 24 значит 1000 рублей то есть половина я себе взял половина ему отдал вот получилось по 6000 рублей я подумал если я каждый день буду занят и буду зарабатывать от 3000 до 6 то мне будет зарплата минимум 90 там максимально 120 для 12 года это были большие деньги я подумал блин ну вообще круто на тусе обычный мастер первые дни работаю и у меня уже зарплата как топ-менеджер то есть я там отвечал за ребят за отдел продаж за за планы за ну в общем за за логистику а тут вообще никакой ответственности ездишь и зарабатываешь деньги и тогда я понял что устройка это вообще идеальное идеально что может быть тогда я ну таком наверное еще молодом состоянии был мне очень зашла стройка вот но к сожалению я недолго отработал мастером вот вокруг меня сразу сплотились ребята увидели что я могу общаться с клиентами и в общем зарядили меня на прорабство и вот мы вот так вот маленькой такой вот бригадкой начали работать вот и вот этот ну такое приятное ощущение на такое приятное ощущение приятное воспоминание которые которые меня окружает поскольку это все было вокруг знакомых то есть мы так вот значит быстро развивались и значит мы даже создали значит три бригадира у нас был управляющим почему такой сразу как команду такую создали я значит в костюме ходил вот как ну как предполагается программам вот я перестал одевать джинсы и костюмы после того как стал сам иногда участвовать в стройке то есть ну например бывает такое что там надо подвинуть раковину там занести в ванную это может быть розетку сделать какой-нибудь то есть я стал ходить теперь спортивным то есть вы меня редко увидите в джинсах на это вопрос к тому что нормально или работать стройки в стройке я могу вам так сказать работать прикольнее чем чем даже на руководящей должности вот по поводу что проще работать мастером или работать прорабам могу вам так сказать мастером ну вот прям конкретно мастером я проработал примерно полтора два года вот ну как бы это было в первые дни моего, ну, такого внедрения в стройку, и вот где-то в 20-21, нет, 21-22 я тоже работал мастером, устал я от этого прорабства, я себе оставил там, ну, там, десяток мастеров и сам колбасил, мне хватало времени и самому делать, и мастерами управлять, вот, но в какой-то момент я понял, что я больше нужен мастерам, нежели чем себе, понятно, что проще и удобней, выгодней работать на себя, никакого геморроя, ничего, ты просто отвечаешь за свои действия, и все, но работать в команде, на самом деле, я призываю всех, то есть сильный мастер всегда должен брать себе в подсобники людей и взращивать их, ну, потому что, потому что так создается дело, я сто процентов говорю, и это на практике проверено, что сильные мастера любят работать сами, почему, потому что нет никакого, ну, никакой головоломки там за кого-то отвечать, то есть все косяки в основном идут от слабых мастеров, а слабые мастера, это подсобники, то есть ты на него надеешься, что он там какие-то вопросы перекроет, он не перекрывает, и, соответственно, попадос у нас идет на мастера, поэтому и я всегда прорабов наших прошу, чтобы они создавали себе бригады, и этими бригадами шли, независимо с того, косячи там мастера или нет, но все мы ошибаемся, и мы должны подтягивать слабых, вот, поэтому, поэтому, если вы задаете мне вопрос, что я там в брюки, руки в брюки хожу и ничего не делаю, не отвечаю, я могу вам ответственно сказать, что проще быть мастером, мастером, чем прорабом, если это не так, вы станете сами прорабом и отвечаете за своих мастеров, и тогда вы поймете, что вообще происходит в стройке, мы всегда получаем по башке не за себя, а если мы получаем по башке за себя, то это проще, потому что здесь ответственность именно твоя, здесь не на кого уже грешить, вот, поэтому, что могу вам сказать, лучше мастером, да, но сильнее, что если вы хотите быть сильными, да, закаленными, ну, так ментально закаленными, а то нужно идти в прорабство, конечно, вам будет втыкать, вам будут всегда говорить, вам будет высказывать, то есть, вам не будут говорить, мастер плохо сделал, да, вам будет говорить, вы плохо организовали, вы плохо сделали, вот, если вы готовы стать морально сильными, то вам нужно прорабство, если хотите на расслабоне, это, соответственно, быть мастером, вот, поэтому такая вот дорога у каждого свой путь да но но мы пути к сожалению или к счастью не выбираем я вот сколько уже смотрю блогеров которые говорят об этом вот я с этим сто процентов согласен что когда мы выбираем пути они иногда невыгодные поэтому поэтому радуемся что мы на этом месте и сейчас зарабатываем деньги вот то что я хотел вам сказать все спасибо вам такой сегодня был выход странный но немного оправдывающий